Добро пожаловать на канал How to Spain. Меня зовут Виктория Берякова и здесь все про Испанию для иностранцев. Сегодня у меня в гостях Галина, которая живет в Терревейхе уже пять лет и основной вид ее деятельности организация праздников. Но поговорим мы сегодня о недвижимости, потому что помимо опыта в организации праздников, Галина также имеет показательный опыт в выгодной покупке недвижимости. Поговорим о цифрах, за сколько можно купить недвижимость, за сколько продать, сколько вам обойдется ее содержание и так далее. Галина, в двух словах пожалуйста о себе. Почему Терревейхе? Выбор вообще как будто бы не наш, нас сюда закинулось случайно. Мы 7 лет назад первый раз приехали в Испанию по приглашению друзей, влюбились в эту страну, вернулись в Казахстан и Артем сказал уезжаем. И через полгода я нашла риэлторов случайно в интернете, дала запрос на квартиру, нам ее нашли, мы прилетели и увидели, это оказался город Терревьеха. Мы ничего не знали, не узнавали вообще, никого вообще не знали, ни города, а другие. Мы просто решили, что мы хотим жить на море, в тепле, чтобы наши детей росли в здоровом климате. И мы купили свою первую квартиру, улетели, собрали вещи и вернулись. Мне кажется, риэлторы просто в Терревейхе, не толп, мне кажется, продажники уровня бог. Я сколько слышу историй, каждый говорит, я не собирался ничего покупать, а тот, кто собирался купить студию за 20 тысяч, покупал в итоге там виллу за 500 тысяч. Я таких историй знаю массу, за много лет жизни. Мне кажется, вот продажники из Терревьехи, если приедут в Мадрид, скажут, я был риэлтор в Терревьехе, давай, бегомка. Это, наверное, как окна продавайте где-нибудь в Киеве или в другом большом городе, где огромная конкуренция, если ты продаешь и даешь результаты, ты реально крутой. Да. Хорошо. Тогда Терревьеха значит, в принципе, почему? Три слова климат, здоровые дети, что? Здоровье, это было главное, почему мы искали переезд, это климат и более легкое изучение языков, то есть мы хотели дать детям языки, чтобы они знали английский, испанский. Мы решили, что в среде, они маленькие у нас были, 3-4 года, и что в среде они быстро пойдут и нам себе жизнь упростить, и им жизнь упростить, поэтому так. Как давно, получается, первую квартиру купили? Мы первую квартиру купили 6 лет назад. 6 лет? Да. За это время недвижимость пошла вверх, мы приехали 9 лет назад, помню, еще студию по 20-21 тысячи стоили студии, сейчас такие, наверное, 50 уже стоят. Мы первую квартиру купили за 56 тысяч, ну и плюс налог 10 процентов, как в Испании, да, и оформление. Через 2 года мы ее продали, потому что мы решили, что мы не хотим жить в Терревьехе, и уехали в сторону Ареала Коста, это частный сектор, и дом мы там купили. А эту квартиру продали, тогда, на тот момент, 2 года прожив в ней, мы ее продали на 6 тысяч дороже, сейчас наша квартира стоит уже 85. Неплохо. Да, и 3 года назад мы купили для сдачи небольшую студию, недалеко от моря, на 5-й линии, по-моему, у нас студия. 3 года назад мы ее купили за 30 тысяч. И в прошлом году, в конце прошлого года, те же риэлторы, кто нам ее продали, предлагали нам за нее уже 55. Планируете продавать или будете ждать? Мы не планируем продавать, потому что у нас туда приезжает регулярно мама отдыхать, и гости наши приезжают из Казахстана, из России, друзья, то есть мы ее сдаем, то есть она нас по содержанию сильно не напрягает, приносит какие-то нам деньги, и плюс у нас есть всегда место для нашей мамы. И как мы говорили сейчас за кадром о том, что Терревьеха сейчас стремительно развивается, мэр лично принимает участие в решении от мелких проблем до глобальных, чтобы сделать Терревьеху одним из ведущих курортов Испании. Да-да, я еще писала 8 лет назад, Терревьеха – будущее Норбелья. Вы с меня смеялись? Попомните мое слово, найду эту статью. Да-да. Поэтому, конечно, наверное, смысла сейчас продавать нет. Кстати, друзья, если вы ищете недвижимость, ну вы уже поняли, вы можете писать, мы вас обязательно направим в надежные руки или поможем сами. Скажи, Галина, у тебя здесь наверняка масса знакомых. С какой целью, как правило, люди покупают здесь недвижимость? Основное жилье, дача или с целью инвестиций? Ну, знаешь, в прошлом году мы купили еще две квартиры для наших друзей из Казахстана. И их основной целью было это вывести деньги из Казахстана и вложить их в недвижимость в более, по их мнению, стабильной стране. Потому что в Казахстане последний год была очень сильная инфляция, и мы сами от этого пострадали. У нас был большой офис в центре города, который мы купили 10 лет назад за одну цену, и через 5 лет продали ровно в 2 раза дешевле. То есть и вкладывать деньги в Казахстане мало кто хочет, как бы не печально это звучало, и поэтому у кого они есть, и свободные, и легальные, те просто сюда отправляют, покупают недвижимость, сдают и получают пассивный доход. Сами, тем не менее, находясь в Казахстане. Но вы сейчас своим соотечественникам помогаете переехать из Казахстана сюда? Да, мы помогаем, к нам обращается много людей, то есть пишут, и студенческие визы, которые я отправляю к Виктории, потому что знаю, как надежно человека. У студенты, семьи, во время ковида переехала сюда, очень много семей из Алматы, из Астаны, то есть это самые крупные города Казахстана, и многие покупают сразу, недвижимость остаются, то есть люди не планируют возвращаться. Друзья, да, мы все стараемся дружить, друг друга уважать и поддерживать, поэтому если вы, например, переезжаете из Казахстана, хотите пообщаться с Галиной, мы с радостью поделимся с вами контактами, возможно, вам нужно организовать праздник сразу по приезду, или если вам нужно переехать, также можете спросить личного совета или обратиться к нам, мы поможем вам в профессиональной помощи. Кстати, для примера давайте посмотрим, какая она стандартная Таревьеховская квартира. Это апарт-отель, но мы так предполагаем, что квартиру просто переделали, сделали перепланировку, убрали одну стену и так далее, сделали большой салон, стоит кровать, диван, стол, все, что нужно для отдыха, и, конечно же, кухня небольшая, где вы можете приготовить себе завтрак, обед или ужин. Но, кстати, здесь такие доступные цены в кафе, что я не уверена, что вы захотите готовить. Огромный английский завтрак стоит от 5 до 7 до 8 евро. А меню дня, сегодня мы ели салат с лососем, целая рыба почти плюс десерт стоила с видом на море 12 евро. Мне кажется, отлично. Посмотрите, кстати, как встречают в отеле стоимость аренды 65 евро. Это сейчас высокий сезон, сегодня 20 июня. Даже красивенько полотенечко, вот как молодцы сделали. То есть реально стараются, все очень чисто, хорошо. Не знаю, сколько стоила эта квартира, но сейчас этот отель пользуется довольно высоким спросом. У них оценка 8,2 на букинге. Мне кажется, была хорошая инвестиция, и людям полезная, и владельцы зарабатывают. Как и во многих Таревьеховских квартирах, здесь есть терраса, балкон и вид на море. Так как Таревьеха город небольшой, море здесь практически везде, и вид на море будет довольно часто. Боковой, но будет. Минус, самый большой минус для меня недвижимости в Таревьехе, это ее площадь. Такая, как я уже говорила в своем видео про отзывы Таревьехи, если не смотрели, посмотрите. Немножечко такое, как все халтура. Вот тоненькие стенки, все такое, ну не знаю, кажется не очень качественным. И размер недвижимости комнат. Здесь не квартиры, а апартаментос по-испански, я не говоря. То есть это апартаменты, это не квартира, которая большая, где есть кухня, нормальная спальня и так далее. Здесь большинство недвижимости именно апартаментос. То есть это дачи, в основном сюда приезжают туристы на отдых, поэтому нет смысла заморачиваться и делать комфортные для жизни квартиры. В основном это для отдыха, туристическое жилье. Поэтому для семьи не всегда будет комфортно, потому что маленькие комнаты, не всегда удобные шкафы, не хватает места для всех ваших личных вещей и так далее. По сравнению с Валенсией это, конечно, небо и земля, недвижимость здесь и там. Но о Валенсии в следующем видео. Галина, ты сказала вкратце про 10% дополнительные расходы при покупке. Давай немножко затронем эту тему более подробно. Когда ты приобретаешь недвижимость здесь, в Тарьвихе? Какие дополнительные затраты тебя ждут? 10% налог, что еще? Плюс постановка на учет и регистрация в реестре. То есть в среднем цена всегда разная, от стоимости жилья зависит. Но в среднем это от 1000 до 2000 евро. Если ты покупаешь недвижимость не за наличное, а запрашиваешь кредит, то у тебя будет дополнительный расход. Это оплата подачи на кредит. То есть ты оплачиваешь банку и ты оплачиваешь человеку, который будет заниматься твоим кредитом. То есть в среднем это тоже от 1,5 до 2 тысяч евро. Опять-таки в зависимости от стоимости жилья. Я сейчас говорю про жилье до 100 тысяч евро. Если выше, то конечности она возрастает. Агентство недвижимости, здесь комиссия нет? В Валенсии 3% от 3 до 5%. Ты знаешь, в Теревихе, я так понимаю, что вся комиссия агентства сидит уже в стоимости жилья, который тебе показывают. То есть ты не видишь? То есть ты не видишь, да. И в контракте у тебя потом не прописано. То есть агентство проводит все официально, дает тебе полные документы на то, что ты купил. Но их комиссия сидит там. То есть я так понимаю, что комиссию либо они закидывают сверху, либо им платит человек, который продает свою недвижимость. Потому что мы когда продавали свою квартиру и выставили, мы ее решили продать сами на сайты, нам сразу позвонили из крупных агентств, предложили эксклюзивный контракт. Мы отказались, потому что мы хотели быстро. И ту цену, которую мы назвали, нам заплатили. Сколько взяли с клиента, мы не знаем. Да, здесь славится Таревьеха тем, что, в принципе, наверное, обмана нет, а может быть есть интересное мнение наших зрителей. Говорят, что, например, знаю таких массу историй. Я купил квартиру за 100 тысяч, а через три года узнал, что она стоила 80. Я заплатил 20 тысяч больше. С одной стороны, ты как бы покупал, узнал цену 100, заплатил. Ну такое себе. А потом узнают, что оказывается агентство 20 тысяч сверху взяло. Знаешь такие истории? Ну, слушай, я слышала много таких историй, но я считаю здесь так, что это только профессионализм агента. Если он тебя смог убедить, и ты убедился и купил, то это уже ты сам, грубо говоря, виноват. То есть, либо ты можешь дотошно изучать, ездить в группах в фейсбуках, спрашивать, тратить свое время. Либо ты можешь ничего этого не делать, просто взять и заплатить. Понимаешь, как сделали это мы. Я считаю так, каждый должен заниматься своим делом. Вот если я хороша, например, в организации праздников, да, и когда со мной начинают торговаться, я говорю, нет, либо вот так, либо никак, потому что это очень тяжелый труд, как бы ни казалось. То же самое риэлторы, то же самое страховые агенты, кто угодно, понимаешь. Поэтому работа с людьми всегда такая. Ты заплатил, если ты потом узнал, что переплатил, то это только твоя вина. Ты мог обратиться к нескольким, да, ты запросить у нескольких мог. И здесь зависит еще, в какие руки ты попал. Знаешь, что если вас встретили в аэропорту или в там трансфер взяли, уже вас поджидает. Нам дали трое суток при первой квартире бесплатного проживания. То есть нас это сразу насторожило, но мы не остановились и мы купили эту квартиру. Но я хочу тебе сказать, что еще знаешь, чем вопрос? Потому что здесь очень низкая кадастровая стоимость. То есть, например, по документам, да, вот ты купил квартиру, например, за 100 тысяч, а кадастр может быть 45. И это официально и легально. То есть вот у нас в Казахстане, например, продажная стоимость не сильно отличается от кадастровой. Ну, может быть, прям чуть-чуть. Здесь нет. Закончу свою мысль о том, что в Тревехе распространена, ну, не схема, а такой процесс взаимодействия, когда мы делили апельсин много нас, а он один. Это как продают квартиры. Я знаю, что здесь очень много посредников, которые берут комиссию и между собой ее делят. И начинается вся история часто с аэропорта просто. Если вас кто-то встретил, вам часто могут начать предлагать недвижимость. Конечно же, это будет не риэлтор, возможно, это просто водитель, ну, как-то человек связанный. Потом вы можете зайти в какой-то магазин, где тоже встретите соотечественника, вам тоже предложат. То есть здесь предлагают везде. Мой совет, чем ближе вы обратитесь непосредственно к агентству, к застройщику или к кому-то, кого вы доверяете, мне кажется, тем дешевле для вас выйдет стоимость квартиры, потому что сколько включена комиссия, вы никогда не узнаете в Таревехе. Карина, согласна? Сейчас я закидаю тапками с его единицей, конечно. Конечно, да. И я думаю, что самая, наверное, прозрачная сделка и схема – это именно новостройки, да, у которых есть конкретные стоимости, которые указаны везде и которые, видимо, да. Но новостройка – это удовольствие не для всех, понимаешь? То есть это от 250 тысяч и выше. А те, кто хотят купить недвижимость за 100-150, то есть это уже никак не получится. Новостройка – это будет все равно агентство. То есть тут практически невозможно купить напрямую, потому что даже если человек дает напрямую объявление на сайты, то в любом случае его перехватывают риэлторы. Но так во всем мире, у нас в Казахстане тоже. Если ты даже даешь объявление сам на сайт, то у них есть схваченные схемы, твое объявление блокируется, его не видно, и люди его не видят. А если ты заключил договор с риэлтором, то они его на первой странице выкатывают. Такая схема работает, я думаю, во всем мире. Ты знаешь, здесь застройщики защищают своих партнеров, агентство недвижимости, либо просто представители. Имей в виду, что, например, цена квартиры 100 тысяч. Клиент обратился в агентство недвижимости, которое продает эту новостройку за 100 тысяч. Потом думает, ага, агентство – это же посредник, пойду-ка я напрямую. И спрошу, сколько у них. В этом случае два варианта, возможно. Либо застройщик скажет, у нас тоже 100 тысяч, и лучше иди-ка ты к агенту, потому что ты уже в нашей базе зафиксирован за этим агентом, приобретай с ним. Либо второй вариант, знаю, что раньше такое было, надеюсь, что уже нет. Когда застройщик может сказать, а давай с нами, мы тебе сделаем скидку, чтобы агенту не платить комиссию. Я таких историй не знаю, потому что я так думаю, что крупные предприниматели будут работать чисто. И человеку все равно купить у агента или у застройщика, и лучше у агента, потому что агент будет нести какие-то гарантии. И защищает. И он будет с тобой на связи, да, 24 на 7. Вот, например, мои услуги, да, я многим говорю, вы меня можете рекомендовать, я вам от своей цены буду платить процент за рекомендацию, да, но на моем клиенте это никак не отразится. Хоть он напрямую. От моей цены. То есть, например, вот моя стоит цена, да, там 200 евро, например, за какую-то услугу, и ты хоть ко мне напрямую придешь, хоть тебя отправит ко мне тетя Маша, да? Тетя Маша свою получит долю от моих денег личных, то есть это будет мой расход. Клиенты никак не коснутся. Я думаю, то же самое здесь. Знаешь, такое выражение «приклеить». Я думаю. У нас такие, так как мы работаем в центре услуг, и иногда мы общаемся с некоторыми профессионалами, говорим, есть ли у вас партнерская программа по сотрудничеству этим, мы предполагаем, что если мы направляем клиентов, есть ли какой-то бонус либо нашему клиенту, что часто есть, он нам с этого ничего, либо какая-то комиссия двум сторонам. И я такое часто слышала, сейчас реже, говорю, так время будет цены, приклей сколько ты хочешь. Я раньше не понимаю, в смысле приклеить. Ну, например, вот 200 евро стоит, хочешь хоть за 1000 продавай. Я говорю, как это? Ну, во-первых, это недальновидно, человек завтра узнает, что где-то можно купить за 200 евро, а где-то за 1000. Такая схема работает с теми, кто, знаешь, разово обращается. Ну да, если ты хочешь. Я не знаю, что он уедет завтра. Мне кажется, все, кто работает долго на этом рынке, ты, мы, все, каждый думает о том, что с клиентом, с этим тебе оставаться еще много лет. И, конечно, если вы обращаетесь через кого-то, как правило, в наших интересах предоставить вам более выгодные условия, чем вы бы обратились напрямую. Потому что в этом есть как бы суть посредничества по факту. Защита ваших интересов и поиск наиболее выгодных условий, как я думаю. Ну и да, и деньги, то есть это сегодня деньги, а завтра это как бы нет. А вот репутация и доброе имя, ты его потом, даже если ты один раз облажаешься в любой сфере, правильно, тебя долго будут хейтить. А ты можешь сто раз делать хорошо, и это быстро забыть. Поэтому важнее соблюдать репутацию, и я думаю, честные партнерские. Я так думаю, что крупные предприниматели работают так. У меня папа с детства приучила двум фразам про репутацию. Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. Правда, раньше он говорил это про школу, я была отличницей благодаря этой пословице, наверное. А вторая, что репутацию можно зарабатывать всю жизнь и потерять ее за пять минут. Это очень важно, сколько бы его лет не были на рынке, я думаю, что это нужно соблюдать. Ты много говорила про свою квартиру, какая она классная, как вы купили, несмотря на то, что понимали, что, возможно, где-то там цену вам где-то накинули. Но вы так влюбились квартиру, ваш риэлтор так очаровал. Мне кажется, у них у всех какие-то духи с феромоны. Знаешь, нас очаровал даже директор компании, потому что три дня его риэлтор нас возила, и вообще нам ничего не нравилось, нам улетать через два дня. И мы такие расстроенные, звоним шефу и говорим, все. И он приехал, представляешь, и он сразу понял, что нам надо, привел, и мы отдали задаток. То есть это вот профессионально. Он не волил этого риэлтора? Слушай, она ушла. Она ушла, потому что я думаю, что я ему просто честно сказала, я говорю, ты знаешь, смотри, у меня в своей жизни, мы для езжать на пляже, да, а мы какую-то там фигню смотрели, мы же четко поставили условия, да, этаж, то-то-то-то-то-то. И она ушла, она с ним больше не работала, и он пришел, и вот ты представляешь, и тогда, представляешь, это было шесть лет назад, я ему говорю, вот перееду, чем-то надо заниматься, на праздники, я говорю, здесь не пойдет, ля-ля-ля, я привыкла вот к таким масштабам в Казахстане, а он мне такой, занимайся тем, что ты делаешь хорошо, он мне сказал, что ты умеешь делать. Я тогда махнула рукой, сказала, да что, кому тут праздники, я вот такие бюджеты, вот такие люблю, там, да, знаешь, ну масштабы, сложные задачи. И представляешь, два года назад я сижу и говорю мужу, ведь же он был прав. Я вот два года назад здесь начала делать праздники, и я поняла, что здесь есть эти масштабы, и есть эти, понимаешь, задачи, да, и мы ездим сейчас по всей Испании, Барселона, туда-сюда. И я представляю, что вот четыре года мне понадобилось, чтобы вспомнить и сказать, а он был прав, надо заниматься своим делом, да, и себя ему, если ты посвящаешь, да, вот я читала твой статью, где ты писала, что да, я там не создаю какой-то продукт, но я делаю исключительный сервис, да, и это мое главное, и это же, это же как круто. Да, сервис тоже может быть, как-то, там в Испании ничего не хватает, здесь не хватает, но праздники это тоже сервис, и здесь действительно, я состою в одном бизнес-клубе, и мы недавно общались на тему того, что в Испании нет бизнеса, и один участник нас перевел, говорит, абсолютно не право, в Испании есть бизнес, он сервисный, любая компания, которая предоставит сервис, она будет процветающей, да, это будет не сразу, потому что это нужно внедрить, у вас не будет это с первого дня, но терпение, все победит, терпение и труд. Так вот, тебе-то эта квартира понравилась, расскажи, чем, чем она тебя так покорила, какой это район, что такого классного? Слушай, ну, нам понравился район, что это возле Большого парка, одного из самых больших в Тельвехе, парка нации, да, то есть, знаешь, я вечерями с детьми выходила, там эти все петухи, куры, ты понимаешь, озеро, фонтан, не жарко, хорошо. Во-вторых, у нас была, это Ашатика, у нас была Южная страна, мы, знаешь, зимой и лето с открытыми окнами, у нас ни жарко, ни холодно, ты понимаешь, потому что есть выход на крышу, в Казахстане такого нет, мы с детьми со стульями, там, ты знаешь, сидим на розовое озеро, глядим, да, то есть, это для нас было очень интересно, и она была сухая, чистая, с большим балконом, ты знаешь, в хорошем доме, с хорошим коммунидатом, чистый подъезд, там и все остальное, и то есть, мы в несчастливом прожили два года, пока не поняли, что с детьми в квартире сложно, и мы начали искать дома, мы начали смотреть районы возле Теревехи, которые относятся к Теревехи, но это не сама Теревеха, потому что за два года мы поняли, что в Теревехе очень много людей, особенно в сезон, и на пляже не выйти толком, да, там местным, скажем так, то есть, туристы, понятно, рады всему, да, они приехали, побежали, в любое море упали, а мы-то уже деловые, мы уже ходим в пляжи чистые, там, знаешь, скалистые, и поэтому мы эту квартиру продали, поменьше купили, и купили себе дом за городом, грубо говоря. А где купили, какой район? Мы в Орелла Коста купили себе дом, да. Я тоже считаю, что Орелла Коста, тебя тоже называют Теревехой, мне все говорят, я не живу в Теревехе, я живу на Орелла Коста, мы жили на Орелла Коста, но я говорю, что мы жили в Теревехе, и там действительно очень классно. Мне кажется, если люди будут выбирать, мы планируем еще записать видео про Кабароек, мой любимый район, вот как раз, я думаю, рядом где-то с вами там находится. Да, 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 мы тоже любим, да, мы там гуляем каждый вечер, там лучшие пляжи, я считаю. Как этот район называется у Парка нации, сам район Теревехи, не знаешь? Ну, Теревеха довольно маленькая, мы все знаем, Мельница, Парк нации. Слышим, мы говорим, Парк нации все его знают, да. Но вдруг кто-то захочет, так и говорить, Парк нации. Парк нации, да, не ошибешься. Возможно, помнишь, там какие-то местечки, любимый ресторан, я не знаю, вкусный кофе, там, в нашем доме был сразу магазин с русскими продуктами, которые наши привычные, да, для нас это было супер, плюс там, что, ну, рядом был торговый центр большой, то есть мы куда ходили, да, и что, ну, недалеко до пляжа, то есть мы пешком 10 минут, знаешь, гуляли, аэропорт, море, то есть для нас это же экзотика, мы жили не на море. И, конечно, мы первые два года так бывали. Там 15 минут спуститься. Да, 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 пешком с детьми, то есть знаешь, что вот так. По своему опыту про этот район, если говорим, какие бы плюсы-минусы выделила? Ну, плюсом поняли. Ты знаешь, я хочу сказать даже, да, про всю, даже больше торговых, что для меня сейчас даже больше, конечно, минус, что очень много людей приехало, очень много русскоговорящих приехало людей, да, со всех наших стран приезжают люди сейчас, и самая большая проблема, вот для меня, как для мамы двух маленьких детей, что они даже толком язык не могут выучить за 5 лет, то есть они говорят, понимаешь, но говорят, знаешь, так себе, да, потому что в каждом классе сейчас минимум по 10 детей. 10 русскоязычных? Русскоязычных, представляешь, мы почему еще уезжали из Таревехи, мы искали дом там, где больше испанцев и англичан, потому что там в школах хотя бы нет детей русскоговорящих, представляешь, мы ходим на секции, мы ходим плавание, футбол везде, тренера на русском говорят, дети на русском, то есть у наших детей нет шансов, представляешь, уже здесь испанцы, я прихожу в Керон в клинику, он мне говорит, налево, направо, как дела? Испанцы врачи, у них, представляешь, не хватает переводчиков, и им делать нечего, они учат наши базовые слова, я на них смотрю, думаю, боже, они настояно ненавидят, скажут, приехали все сюда и остались, и живут, и поэтому мы еще туда уезжали, потому что мы искали школу, куда мы можем отдать детей, где мы меньше, и это правда, вот у нас сейчас в классе у мальчишек по три ребенка, а вторихи по десять, представляешь, то есть у детей практически нет шансов, потому что они вот так к друг другу на всех переменах прилипают, учителя садят только приехавших к тем, кто подольше, чтобы они что-то объясняли, и из-за этого дети, которые учатся дольше, учатся хуже, потому что они полурока объясняют свои предметы, не знаю, вот у меня у старшего, например, проблема у него с математикой, а почему? Потому что мой полурока сидит и объясняет новому мальчику, переводит, да, а он не делает свою математику, понимаешь, вот в этом сейчас самая большая для меня проблема. А если по районам, ты бы, ну, к примеру, сейчас кто-то хочет инвестировать в Теревеху, ты бы какой-то район выделила, и хорошие, плохие районы, или считаешь, что здесь нет, ну, все говорят, все говорят, и как бы мы тоже убедились, что вот район Мельницы не самый благополучный считается район, да, почему-то. Почему? Потому что там просто много арабов. Ну да, там и много арабов, и там, ты знаешь, мало как бы парков, зелени, вот чего-то такого, да, вот есть район Новая Теревеха, там больше новостроек, да, Новая Теревеха называется, да, вот где-то рядом там, то есть вот много людей, кто хочет остаться в Теревехе, сейчас именно в той стороне покупают, знаешь, закупаются. Вот, ну, не знаю, квартира у нас находится на чуть выше пляжа Дель Кура, то есть если говорить про инвестиции для сдачи, то это отличный район Дель Кура, Услокас, вот эти два пляжа, потому что туристам удобно, они приехали, если без машины, пешком 5 минут, то они на море, да, если для инвестиций, то надо вот там искать, а если для жизни сейчас, слушай, я хочу тебе сказать, что мы подали на лицензию полтора года назад и была тишина, представляешь, пока я не начала саблей махать, там чего-то делать и на одну квартиру за две недели получили лицензию, на вторую вот обещают вот-вот, говорят, что в Теревехе два-три месяца как наладилось и что теперь ты, если сейчас подашь на лицензию, то ты через месяц полтора ее уже получишь. ограничений по районам, по этажам нет. Слушай, в Теревехе сейчас нет, то есть пока еще нет, поэтому кто хочет покупать или переезжать, да, и делать лицензию, надо это делать быстро, потому что сейчас все кинулись это делать и возможно будет как в Валиканте, знаешь, Валиканте в одном доме, в этих квартирах можно, а в этих нельзя, да, в Валенсии? В Валенсии очень сложно, в старом городе, в историческом центре уже нельзя получить, а так можно на первом этаже, если снизу коммерческое помещение, ну, или бах, то есть очень много ограничений, если сам коммунидат против, тоже нельзя, слишком сложно. Здесь сейчас здесь просто, ты подаешь, быстро получаешь, да, и то, что вот отсутствие вот этих вот платных каких-то у нас парковок, чего-то тоже большой плюс, и люди вот поэтому, я думаю, что очень сильно сейчас инвестируют. А вы сдаете туристам через платформу, букинг, R&B, или там? Слушай, мы стараемся сдавать через знакомых, своим, да, каким-то знакомым, потому что мы, если не сдали, мы особо не переживаем, да, то есть больше по знакомым, потому что сейчас куча страшных историй, лично не знаю никого, кого бы там оккупировали, выселяли, не знаю лично, но вот эти слухи витают где-то в воздухе, да, и от этого неспокойно. Поэтому заселяем только тех, кого знают. Если брать по затратам, я знаю, что компании, которые берут на себя управление арендой, берут от 20 до 30 процентов. Это то, что я знаю. Да, да, на самом деле так, да, если ты присматриваешь за квартирой, скажем так, то есть заселением, выселением людей занимаешься, следишь за ней, то это минимум 20 процентов, минимум, да, берется от стоимости заселения. Плюс отдельный человек оплачивает уборку, но это платит турист, который живет, да, и ты ищешь клининг, который будет стирать, убирать, там гладить, да, с этим, например, террехи нет проблем, каждый второй убирает квартиры, стирает, там гладит, да, на самом деле так. Есть профессиональные компании, но им очень сложно выжить на этом рынке, я вот даже вижу, знаешь, в фейсбуке, в лентах пишут, мы открыли лист клининг, профессионально, да, и такие комментарии вообще, что это дорого, да, да, то есть люди, как будто не понимают, что это же затраты компания, да, это оборудование, это налоги, да, то есть если ты хочешь работать чисто, легально, ты должен все это оплатить, и ты не можешь уйти в ноль, да, вот, но зато это гарантии, зато это еще что-то, как мы, знаешь, и мне говорят все, да не переживай, ты знаешь, климат хороший, я говорю, не, я-то не переживаю, маленькие тараканы, вот настоящие представляешь советские тараканы, и я такая, я говорю, я-то не переживаю, но туристы-то не будут сильно рады, да, и мы обращаемся, значит, в страховую, страховая нам говорит, тараканы один раз в год покрывают, все бесплатно травить, ага, хорошо, гарантия есть, ну, как бы да, она пришла, потравила, знаешь, какую-то ерунду ей намазала, через две недели все вернулись в торжественные тараканы, а как бы страховая больше не покрывает, мы звоним частным людям, частник за маленькую студию просит 160 евро, и тоже гарантия, ну, такая себе, а просто в китайском купить, какую-то траву, а просто в китайском купить, ты ее кладешь, и они, ты понимаешь, не сразу все умерли, а там по одному в день выходят, умирают, представляешь, если ты сдала квартиру, и у тебя там живут люди, да, и раз такие полупьяные, да, травленные тараканы, то есть это не, и здесь с этим, она тебе на три месяца даст гарантию, чем то же самое в китайском, кто-то дядя Ваня купит, придет мне, потравит мне какие, то же самое с клинингом, понимаешь, то есть ты никогда не знаешь, перелехи дядя Ваня именно нарицательные, сейчас Ваня у нас обидится, нет, если хотите экскурсии, здесь есть отличная компания, дядя Ваня, кстати, да, я его лично не знаю, но слышала все только хорошее, я сказала просто, вот, и так же с клинингом, понимаешь, если здесь придут, точно ты знаешь, что знаешь, у них там химия, все-все-все-все, да, то кто придет и как уберет, если ты с улицы позвал, а были случаи потопа или какие-то непредвиденные, когда страховка пригодилась? нас, к счастью, миновало, единственный вопрос, что вот ты знаешь, не повезло, может быть, мне с агентом, или что, ты понимаешь, у нас туристка потеряла ключи, мы, значит, звоним, а у нас, представляешь, заселение, ну, вот, как бы, сегодня выезжает, вечером заезжает, и она говорит нам, типа, только мы можем, вы сами не можете, мы говорим, мы можем быстро сейчас позвать, кого-нибудь там взломать, поменять, дать фактуры официальные, вы нам, да, нет, только мы, причем мы нашли за 160 евро, да, кто сделал, они нам оставляют 270, по-моему, в два раза почти дороже, и только, типа, и еще, типа, ваша страховка не все покрывает, еще разницу на вам нам-то платить, это, понимаешь, я говорю, я у вас страхую два года, две квартиры, ни разу не обращалась. Во время сдачи недвижимости бывают какие-то еще непредвиденные ситуации, какие-то расходы, что нужно учесть? Слушай, ну, я считаю, что если ты собираешься сдавать квартиру, да, и, например, ты ее там купил и отдал в управление, особенно если ты уехал, то в первую очередь надо застраховать эту квартиру, потому что соседи, потопы, окупасы, о которых все говорят, но мало кто видел, они могут быть, сейчас существует, кстати, говорят, страховка от окупасов, новая, да, вот, я считаю, что обязательно нужна страховка в хорошей проверенной компании по рекомендациям каким-то, и если ты сдаешь через Booking что-то, то эти платформы тоже защищают человека, да, они берут страховой взнос с клиента, потому что я знаю истории, когда и машины воровали, ты знаешь, и все-все-все, и страховка это покрывала, вот, лично знаю, и это точно, вот, поэтому страховать надо обязательно, но, помимо этого, еще есть расходы, знаешь, такие, как вот в наших странах советских, там, скажем, не было там такого понятия, как коммунидат, а здесь оно есть, то есть каждый дом, имеет он бассейн или не имеет, имеет ли он там лифт или не имеет, ты платишь ежегодный сбор на содержание дома. А квартплата, это разве никому не дат? Нет, это другое, квартплата это твои личные расходы, вот ты сколько потратил, свет и воду, Ну, вот уже и платили, я помню, у меня бабушка возмущалась, что стены не увеличиваются, а квартплата увеличивается, это было не про свет, воду, именно вот какой-то был фиксирован, ну, это в Украине, был какой-то фиксированный до приватизации, это было фиксировано? я в Казахстане не знаю про это, может быть был, но я не знаю, но вот мы, например, жили в Казахстане в обычном квартирном доме, и мы не платили ничего, кроме налога обязательного, ежегодного, и свои там платежи интернет, цвет вода, скажем, но смотри, есть еще налог на вывоз мусора, то есть в среднем он 25-30 евро раз в полгода, воду здесь платишь раз в три месяца, то есть тебе фактура за воду приходит раз в три месяца, но она тоже небольшая, вот, например, у нас дома, и у нас есть сад, и мы, знаешь, как истинные, не знаю, любители с его зеленым засадили деревьями, цветами, у нас там целая куча всего растет, и мы практически каждый день летом поливаем, и у нас счет ни разу не превысил 80 евро за три месяца. Супер. В Валенсии, значит, дороже вода намного. Да, здесь недорого вода, и свет тоже у нас, и Бердролы, это основной поставщик света вообще в Испании, и мы дом, у нас двухэтажный дом, 100 с лишним квадратов, два кондиционера, два телевизора, два сына, это о многом говорит, который всегда что-то включает, посудомойка, стиралка, и тоже в среднем счет на свет у нас от 70 до 100 евро. В месяц. Хотя мы не экономим, у нас есть... Возвращаясь в Торевьюхо. У нас есть на улице, знаешь, топчан, на котором тоже горит свет, там у нас там черепахи во дворе озера, в котором там вода, там всякая, и то есть вот такой, да, самый большой был счет, ступом, по-моему, 16 евро. Это прошлый август, когда приезжала семья моего брата, и пять человек, и круглосуточно вообще все не выключалось, но это было 116, ты знаешь, и все. А в квартире, которую вы сдаете, намного меньше получается? Знаешь, смотря кто как живет, да, но в среднем вода получается от 40 до 50 евро в три месяца, да, это приучит к тому, что квартиранты не экономят, это более, да, то есть льют на себя. А свет ежемесячно от 50 до 70 евро. Даже летом? Да, даже летом, но ты знаешь, зависит очень много от дома. Вот у меня подруга живет в районе парки нации, и у нее однокомнатная квартира, она платит за свет не меньше 100 евро, и до сих пор не можем уже три года разобраться, почему. Но это энергоэффективность дома. Ты понимаешь? Возможно. Потому что есть от A до G, если у вас, например, A в твоем случае, и вы платите мало, а у нее G, то она платит много. Потом в Испании же есть разные тарифы. Вот у нас, например, тариф, что мы круглые сутки платим одинаково. А живя, когда мы жили в квартире, мы же только приехали, и нам сказали, возьмите тариф в день-ночь. Там, значит, ночью дешевле, днем дороже, но ты постоянно должен понимать, во сколько стирать, что-то там мыть, включать. И это неудобно лично для нас с нашим темпом жизни. И мы взяли тариф круглосуточный, и вот на нем у нас хорошие такие цены. Плюс нам, как новым, знаешь, клиентам, когда мы купили дом, дала еще бердрола, скидку 30 или 50 вообще процентов в год у нас была скидка. У нас были вообще счета, то есть прям копейки. Вот сейчас чуть-чуть увеличилась. Но вот недавно, помнишь, был ажиотаж со светом, когда тут цены полезли вверх, и стали все ставить солнечные панели, и цена на них взлетела со страшной силой. А сейчас все подуспокоилось, опять как-то вернулось. И бензин, Сейчас вроде бы Испания подписала соглашение, если не ошибаюсь, с Португалией или с Италией, о каком-то сотрудничестве. И поэтому временно у нас... Потому что все так успокоилось. У кого были деньги, понаставили солнечных панелей. Но в любом случае эта сумма очень приемлемая, то есть ты не будешь в минусе. Потому что иногда слышу страшные истории, ой, я боюсь сдавать, я сдам, грубо говоря, за 50 евро в сутки, а мне электричество, она жгут в два раза больше. Такого быть по факту... Знаешь, я не знаю ни одной такой истории. У нас очень много друзей, кто сдают квартиры. Я такой истории ни одной не знаю, честно тебе скажу. Лично я. Если бы ты сейчас планировала, вот уже имея твой опыт, сколько, 6-летний опыт, и ты бы планировала приобрести здесь недвижимость одну для себя, одну для инвестиций. Да. Какими мыслями ты бы руководствовалась, как бы ты выбирала, что бы ты искала, какие советы ты могла бы дать людям, которые сейчас ищут либо для жизни, либо для инвестиций. Я так понимаю, это разные советы, наверное, должны быть. Слушай, ну, если, например, вот сейчас у меня подруга живет, она в Канаде, собирается покупать здесь квартиру. Она в декабре по мне прилетает, и я ей должна найти, помочь. Да, она хочет конкретно сдавать эту квартиру и готовиться к пенсии, как она выражается. То есть я ей, конечно, посоветую лучшие районы, на мой взгляд, для Теревехи, для сдачи. Какие? То есть это районы выше пляжей Дель Куре и Лос-Локас. Близко к морю я ей посоветую, потому что я, знаешь, раньше думала, что близко к морю большая влажность, что-то нет. Везде одинаковая вообще влажность. Если ты за квартирой не смотришь, она хоть там плесенью зарастет, хоть вот там, да, за 2 километра. То есть есть уже вопросы, которые мы знаем, которые надо сделать, чем побелить стены, какой краской, какой поставить осушитель, знаешь, как проветривать, и никаких не будет проблем. Вот. То есть я бы ей, конечно, посоветовала, в первую очередь, какие районы посмотреть. Второе, это недалеко от моря, потому что если говорить про сдачу, очень много приезжает стариков, которые не имеют машины, и им важно взять свой стульчик, и знаешь, за несколько минут дойти до пляжа. Ну и, конечно, дом. То есть посмотреть. Чем меньше дом, где меньше квартир, там будет дороже все услуги, коммунидаты, все-все-все. Потому что там раскидывается на количество жильцов. Да, большой дом. Конечно, квартиры надо смотреть, окна, да, ориентацию. Я всегда за южную. Хотя многие говорят, летом жарко. Я считаю, что, знаешь, лучше жарко, чем холодно зимой, когда солнце не попадает, и сидишь как в бункере, да, и ничего не видишь. Открою окно, погреюсь. Этажи, например, я люблю высокие. Я считаю, что надо брать высокие этажи, потому что ты окна открыл, у тебя есть солнце, понимаешь? А здесь, в Испании же, дома очень многие построены квадратом. Если у тебя окна выходят в патио, так называемое, и еще и первый этаж, то есть из этого колодца ты вообще небо не увидишь тогда, понимаешь? И для сдачи, да, если ты сдаешь, например, на платформах, ты делаешь красивые фото. А если ты сделаешь красивое фото из окна в патио, в котором стоит мусорное ведро соседа, да, ты вряд ли хорошо сдашь в квартире. Ну, балкон, наверное, да? Ну, да, слушай, балкон, я думаю, должен быть, но, опять-таки, без балкона дешевле квартиры, смотря сколько денег. То есть, если ты располагаешь той суммой денег, которую ты можешь себе позволить купить с балконом, конечно, ну и для сдачи, я так думаю, идеально это студия и однушка. Потому что, если больше, то ты ее сдавать дороже в сутки не на много можешь, а заселиться к тебе 6 человек может, и они тебе нажбут света и воды столько, сколько, например, если ты сдала студию одному или двум людям, да, в 4 раза меньше расходов. То есть, еще из-за этого. Постельное белье, принадлежности все, ты понимаешь, там расходники, да, ежемесячные, туалетная бумага, еще что-то, да? Это все увеличивается с квадратуры, потому что люди ищут квартиру, если небольшая семья, большую квартиру, оплатить хотят мало, понимаешь? Поэтому лучше. Какой основной срок аренды? На неделю, на 5 дней, на месяц? На сколько с ним? Знаешь, если едут испанцы, они часто едут к нам из Матриды, именно в Таревьеху, они приезжают прямо на выходные, знаешь, бывает на 3 дня, на 4 дня, да? Вот, если приезжают из наших стран, то это от 7 до 14 дней обычно люди, да? Но в последнее время, знаешь, увеличились люди, вот у меня сейчас в одной квартире живет человек, он приехал из Беларуси на месяц. То есть, он приехал присмотреться, чтобы переехать. Ему нужен месяц, чтобы там прописаться, сделать не есть себе, да, там какие-то районы выбрать. И мы со своими людьми, которые у нас живут, всегда тоже на связи, знаешь, они нам звонят, потому что мы там пишем, там аренда машин у нас есть, там тут, мы вас можем там посоветовать водопады, чего-то, да, рассказать. Фото, видео уже мы занимаемся, и то есть, многие люди заказывают фотосессии, и мы с ними всегда на связи. И они всегда у нас все спрашивают, и я понимаю, что люди, приезжающие на более долгий срок, они приезжают уже, чтобы остаться, то есть, присмотреться и уже перевести свою семью. Низкий и высокий сезон, когда в Теревихе? Ну, ты знаешь, самый высокий сезон, конечно, это, наверное, май месяц, да, июнь так чуть-чуть, а вот с июля по октябрь это прям аншлаг и битком, да, то есть, на пляже Теревихе даже не выйти, мне так кажется, да, в 9 утра выходишь, уже одни головы, как, знаешь, советские фильмы Сочи, да, показывают, как и зонтики три головы, да. А в ковидные времена же вообще здесь чертили квадратики, и люди не могли лечь, и они вот так на, знаешь, набережной стояли в длинные очереди и ждали, когда, то есть, они зайдут, потому что не пускали никого. Вот, а низкий сезон еще был, мне кажется, до прошлого года, ты знаешь, а в этом году зимой было людей столько, как будто бы это вообще не зима, нисколько. То есть, вся холодная Европа приехала к нам зимовать, они все купались, они все, мы этот год, мы с детьми купались почти весь год. Ну, зимой сколько здесь, 17-20 градусов? Да, и температура воды такая же. Ты знаешь, в этом году мы с детьми купались в декабре, в январе, в феврале, а те, которые приехали с Норвегии откуда-нибудь, для них вообще у нас лето-лето. То есть, в этом году как будто не было низкого сезона, было очень много людей. Ты затронула тему, что сюда переезжают на пенсию, абсолютно согласна. Как ты думаешь, сколько денег нужно на, ну, например, на пару? Два человека, они приехали, у них есть некоторые средства вложить, чтобы сдать квартиру, сколько им нужно получать ренты, денег, оплата за арендную оплату, чтобы здесь спокойно жить. Ну, то есть, там, тысячи евро хватит, две, три. Ты имеешь в виду, имеют они свое здесь жилье? Нет, они хотят вложить деньги, думают, хватит, ну, к примеру, у них там есть 100 тысяч, 200 тысяч. И они думают, их как бы проесть все, или я их вложу, и оплата арендной оплаты будет моим, как бы, доходом, чтобы прожить здесь. Знаешь, как делают многие здесь? Покупают квартиру, сдают ее посуточно, а сами снимают это рядом на долгий срок. То есть, и посуточно в месяц у них выходит, например, 700 евро, а снимают, например, они за 400. А хитрится. И на 300, знаете, им хватает покрыть коммуналку свою, ну, какие-то там, страховку в своей жизни, да, если это не европейцы, да. Вот. А если, например, просто человек, вот, хочет приехать сюда и жить, в Таревье, как бы, ну, например, имеет свое жилье, и два человека без изысков, без чего-то, я думаю, что 1000-1200 евро вполне себе на двоих, при такой коммуналке, при таких ценах на продукты, да, то есть, этого вполне достаточно. А аренда долгосрочная, сколько сейчас? Это слишком сложно снять, мне кажется, сейчас везде. Вообще, реально снять? Мне тоже это казалось еще два месяца назад, что нереально, но сейчас я вижу, что, как бы, немножко ситуация так успокаивается, ты знаешь, и можно сейчас, например, однокомнатную квартиру за 500, за 600 уже снять. А вот, например, в пик, да, прошлого года, такие квартиры были 800-900, а когда 4 года назад, такие квартиры по 350 были. Да, я помню, цены 250-350. Да, 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 студии, вот мы, ты знаешь, студию даже сдавали свою за 550 зимой, то есть, вот такие были цены, однушки были по 800, дома были у нас, у друга здесь дом, он его до сих пор сдает 1700 в месяц. Неплохо. Варивала. Хорошо, мы поговорили про инвестиции, тогда есть ли для жизни, но, как я уже поняла, ты в самом бы городе, наверное, не рекомендовала, нужно выезжать. Смотри, опять-таки, вот смотри, если у тебя есть машина, то, конечно, лучше купить где-то там в наших районах, ну, я говорю в наших, потому что я люблю этот район, да, но вот у нас, например, двое детей, и нам все равно приходится каждый день ездить в Теревеху, мы их возим сюда на хоккей, на плавание, да, потому что только здесь есть хоккей на роликах, муниципальная школа, очень сильная в Теревехе, да, и ты хочешь, не хочешь, ты ездишь, а если у тебя нет машины, то тебе, конечно, придется жить в Теревехе. Опять-таки, смотри, к работе человек привязан, если он айтишник, ему хоть где жилье, а если, например, квартиру убирает, то в Теревехе проще, да, то есть, чтобы она могла, девочка, в любую шаговой доступности дойти до любого жилья, ты понимаешь? И работа, мне кажется, море здесь. привозить и привозить, ну, там платят немного, да, а если ты сам куда-то едешь, то тогда ты обслуживаешь свою машину, это дополнительный расход. У меня один знакомый в Теревехе, он довольно обеспеченный человек, я говорю, почему ты живешь в Теревехе, почему ты не уедешь, ты можешь позволить себе любой город, он говорит, потому что здесь уже все организовано с точки зрения быта, няня дешево, уборка дома дешево, все, что ты хочешь организовать, все очень доступно, недорого, и, ну, как бы, по первому щелочку. И когда приезжаешь с детьми, наверное, это ценно, потому что, если ты живешь, ну, например, в Барселоне, в Мандриде, или в той же Валенсии, нянь найти довольно проблематично, да, и дорого. А здесь все свои бытовые вопросы можно решить за совсем небольшую сумму денег и наслаждаться жизнью. Слушай, да, и сюда многие привозят даже своих родителей, потому что их проще тут устроить и содержать. Вот, например, у нас здесь живет тоже мама мужа, и она нам очень помогает с детьми, потому что мы, знаешь, в своей сфере работаем, на самом выходные, и дети с бабушкой, к счастью. И мы, конечно, вызываем страшную зависть у всех друзей и знакомых, у которых нет здесь бабушки. Конечно. А няня, это тоже, знаешь, такой вопрос, не каждый может доверить своего ребенка, да, если у нас там в Казахстане была проверенная няня, и то у нас, знаешь, вся была квартира обвешана камерами до слежения, да, на всякий случай. То есть здесь вообще непонятно, да, то есть очень много людей приезжает и уезжает быстро, понимаешь, и ты как бы можешь ее взять, она распакивает, это вот у меня, знаешь, так на Новый год, Снегурочка, да, я ее взяла, научила, костюмы, да, 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 она меня бахла, катывает 30 декабря, что ее пригласили в Италию, посмотреть Италию. Представляешь, я беру другую девчонку, она у меня 31-я работает, я ей первозвонила, мне говорит, а я уехала. Вот ты понимаешь, то же самое может быть с Аней, она сегодня здесь, а завтра не здесь, то есть люди ищут, где им лучше, да, и ситуация в мире сейчас разная, кто-то приезжает надолго, кто-то думает надолго, знаешь, а срывается и уезжает, поэтому, то есть вот даже с той же уборкой дома на постоянной основе, знаешь, самой иногда некогда убираться, да, а кого-то позвать боюсь, потому что я не знаю, да, завтра этот человек куда поедет, кому что расскажет, ты понимаешь, ну, то есть это очень, такой сейчас вопрос, как бы это не звучало ужасно, да, людям надо доверять, помогать, и я всегда на этом, да, но и привезти в дом кого-то, кого-то видишь первый раз, тоже сейчас практически невозможно. Да, очень обновился контингент. Галина, спасибо большое. Друзья, надеюсь, это видео было вам интересно, но наверняка у вас появилось еще больше вопросов. Пишите в комментариях, и мы запишем вторую серию. Я хочу напомнить, что с нами вы можете приобрести страхование, как на недвижимость, так и любые другие виды. Также, если вы подбираете недвижимость, вы можете обращаться ко мне, мы вас отправим в надежные руки, и вы уже, наверное, знаете, что с нами всегда выгоднее, для вас будет определенный бонус. Напомню, что с Галиной вы можете весело и комфортно проводить свое время, потому что она организует праздники для вас и для вашей семьи. Да, Вика, спасибо, спасибо, что пригласила. Так, хорошо поговорили, и на самом деле, я думаю, что будет миллион у вас вопросов. Пишите, задавайте. Всегда открыта Вика, то есть я сама читаю, комментирую всегда ее статьи, ее все-все-все видео. Ты суперполезный человек. Стараемся. И всегда оставайся такой же позитивный, полезный, честный и очень ответственный. Да, очень стараемся сохранить. Пока-пока. Всего доброго.